МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Среди моря человеческих имен есть только несколько, которые Господь не стадится применить к Самому Себе. Так, к примеру, Бог говорит. Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Как невелик Моисей, боговидец, пророк, законодатель, но Бог не говорит, я Бог Моисеев. Он говорит Самому Моисею, что я Бог отцов твоих, Бог сих трех Авраама, Исаака и Иакова. Сегодня мы поговорим об одном из них, об одном из имен, об Иакове. Имя это с еврейского означает запинатель. Впервые этим именем был назван сын Исаака, который во чреве еще боролся со своим братом за то, кто из них сможет раньше выйти на свет Божий. Мама, видя это, удивилась, сказала, зачем мне это, и назвала этого самого активного борца в своем чреве за первенство Иаковом, борцом-запинателем. Мы говорим сегодня об этом именем в связи с памятью апостола Иакова, брата Господня по плоти. Он был сыном праведного Иосифа от первого брака с праведной Соломонией и называется по достоинству братом Господним, поскольку он был названным братом ему. Он не был один в таком достоинстве, еще были и Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, были сестры, но Иаков больше всех любил Господа, раньше всех познал Его как Господа, уверовал в Него из всего этого семейства, и поэтому называется в Писании братом Господним. Вот, к примеру, Иуда, брат его, неискариотский, один из апостолов, не верил в Христа очень долго, и поэтому стыдился называть себя братом Господним, а называл себя братом Иакова. Сегодня мы совершаем его память, брата Господня по плоти Иакова. Также она совершается еще в рождественские праздники вместе с праведным Иосифом, его отцом, и царем Давидом, как ближайшими родственниками Господа по плоти. Святой Иаков был долгое время епископом града Иерусалима. На этой должности высокой церковной находясь, ему нужно было сочетать, как бы сказать, ветхозаветную праведность, сохранять святость в глазах иудеев, населявших этот город, и вместе с тем управлять христианской общиной. Он с достоинством выполнял эту задачу. Святой Иаков часто приходил в Иерусалимский храм и подолгу молился там Господу Богу за весь народ. Все считали его праведником. От детства своего он не пил ничего хмельного по закону Назареев. Секеры и вина не пробовал он никогда и не стриг свои волосы. Вид его был аскетичен, благообразен и внушал уважение. Святой Иаков пострадал смертью. Один из евреев убил его, ударив, пробив ему голову орудием сукновальщика, таким острым деревянным колом. При том, что народ был против этого, говорил, не трожьте праведника, он молится о нас. Святой Иаков таким образом имеет тройное дерзновение перед Христом. Во-первых, как названный брат. Во-вторых, как иерарх церкви. И в-третьих, как мученик, проливший кровь за Господа. Имея такого ходатая перед Иисусом Христом, праведником, мы можем дерзновенно и с радостью обращаться к Иакову за помощью, и он нам в ней не откажет. Мы поздравляем сегодня всех носящих это красивое имя, младших и старших наших братьев, и тех, кого зовут Яшенко, и тех, кого торжественно называют Яков. А кроме Якова, сегодня День Ангела празднует Владимир, Игнатий и Елисей. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова